Приветствую! Я сегодня к вам с хорошими новостями. Да, вы конечно скажете, в смысле ты же про аннулирование загранпаспортов? Какие здесь могут быть хорошие новости? А вот и могут быть, и сейчас я вам докажу. Откуда появилась информация о том, что у тех людей, которые находятся за границей уже, ну у тех мужчин, которые за границей, будут аннулировать паспорта? Эта информация появилась из документа, документа, который распространяется в сети интернет. Давайте его посмотрим. Вот этот документ, наверное, многие из вас его уже видели. Давайте сейчас его приблизим, чтобы нам удобнее, комфортнее было его читать. И что мы здесь видим? Что здесь от имени паспортного сервиса Министерству обороны Украины направлено письмо. И в этом письме много всего сказано. Не будем сейчас перечитывать подробно, что здесь написано. Да, остановимся только на одном вопросе. На вопросе аннулирования паспортов. Этот вопрос содержится вот здесь, в четвертом пункте, где сказано, что громадяны Украины, человечной статей, 1960-2006 годов народжения, что подали документы для отримания паспорта ГРИ Украины для въезда за кордон, в закордонных представительствах ДП документ, что перебывают в розшуку МВС та ТЦК, отримали поведомление, что отримуют поведомление, что до аннулювания паспортів громадян Украины для въезда за кордон, до фактичного подтверждения особистых данных громадян вид МВС ТЦК ТАМОУ. И вот здесь вопрос, конечно же, все вы задаете, так что же здесь позитивного? Прямо же написано, что этот вот аннулировать будут. Прямо написано, что ты нам хочешь показать здесь. А я хочу показать вам следующее. Но, во-первых, когда пишутся официальные документы, в них пишут правильные названия органов, а здесь, кстати, написано вот просто ТЦК здесь, ТЦК здесь, а мы-то знаем, что даже аббревиатура ТЦК ИСП. Но даже не это главное. Главное следующее. Теперь, внимание. Кто подписал документ? Документ подписан генеральным директором ДП документ Швачко ВА. Фиксируем. Швачко ВА. Да, запомнили фамилию Швачка. И когда это было сделано? Документ датирован 2 января 2024 годом. Итак, 2 января генеральный директор Швачко. А теперь идем с вами на сайт OpenDataBot и смотрим информацию о ДП документ. И здесь мы видим, что да, действительно, директором ДП документ является Швачко ВА. Но давайте не будем на этом останавливаться, посмотрим дальше. А дальше мы найдем следующее. Вот здесь есть вот такой раздел керевники с обмежениями. И здесь написано «Відсторонення Швачка Володимира Анатолійовича від здійснення повноважень на посаді генерального директора на час проведення службового розслідування с 26 грудня по 19 січня 20... ой, да, 24 року. То есть 2 января, когда был датирован этот документ, Швачко не мог его подписать, потому что он был отстранен от полномочий. Он отстранен был от выполнения своих служебных обязанностей. Все. И даже если вдруг представим себе, что он это подписал, а этот документ ничего не значит, потому что у него полномочий не было. А давайте посмотрим дальше, кто же должен был подписать. А вот кто был на данный момент керевником предприємства. Ну и кем является, да? Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора на период відсторонення Швачки является ось Прокопенко Сергей Валериевич, о чем прямо написано в реестре. И, соответственно, 2 числа, когда Швачка был отстранен, а мы видим, с 26 по 19 он отстранен, должен был подписывать документ вот этот человек, Прокопченко Сергей Валериевич. И, соответственно, вот здесь, внизу, должна была стоять именно его подпись. Ну и отсюда мы, конечно же, с вами делаем простой вывод. То, что мы увидели в сети, является не документом, а просто фейком. Фейком, который, ну, кто-то сделал, кто-то распространяет. И, соответственно, что мы теперь делаем? Мы не боимся того, что паспорта все эти аннулируют. Но, по меньшей мере, сейчас мы понимаем, что никакого документального подтверждения аннулирования паспортов у нас нет. Конечно, это не исключает того, что в будущем кому-то такая идея понравится и будет уже настоящий документ, и вся эта идея будет реализована. Такого исключать нельзя. Но, однозначно, можем сказать на сегодняшний день, вот этот документ является фейком. И все, и не нужно из-за этого, соответственно, впадать в панику. Если вам понравилось данное видео, ставим лайк ему, подписываемся на мой YouTube-канал, а также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.